Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки, здравствуйте! Встречаются двое друзей. Один говорит, ты представляешь, у меня теща умерла. Да ты что? И что у нее было? Да так, ерунда. Стол, сервант. Новый русский звонит ветеринару и говорит, слушайте, сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Так вы сделаете ей укол, какого-нибудь самого сильного яду, чтобы не мучилась и сразу померла. Ветеринар спрашивает, а собака одна найдет дорогу домой? Беседуют две подруги. Одна говорит, ты не представляешь, мой муж в последнее время стал намного лучше относиться к моей маме. Та говорит, да ты что? Да, то цветы принесет, то оградку подправит. В шлюпке двое после кораблекрушения. Ну что, штурман, значит, единственное, что ты запомнил о способах определения направления без компаса, это то, что мох растет на северных сторонах стволов деревьев. Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь перед у него такой разворочен, а машина, что ее стукнуло, исчезла. Согрешенно качая головой, он вдруг увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано, за мной наблюдают сейчас десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются. Пьяный мужик приходит домой, звонит, слышит голос жены. Кто там? Бревно. Дверь открывается, муж падает через порог и говорит, а теперь пили, сука. Звонок в дверь. Жена говорит, кто там? Кто, кто, блять, это муж с командировки вернулся. Не надо пи***ть, у моего мужа голос тонкий и добрый, а ваш грубый и злой. Ну ладно, открываю. Квартира Евростандарт. Стоит шикарный холодильник. Вдруг у него приоткрывается дверь, оттуда вылезает жирная пузатая мышь, вся обвешанная сосисками, колбасами, сырами. Из-за пазухи торчит ветчина, она еще что-то дожевывает на ходу, прикрывает дверь, подходит к своей норке, смотрит, перед ней стоит мышеловка с маленьким заплесневелым кусочком сыра. Она смотрит и говорит, б***ь, прямо как дети, а? Психиатр говорит пациентке, у вас явно не все в порядке с психикой. Вы меня извините, конечно, доктор, но я бы хотел выслужить еще одно мнение. Пожалуйста, вы еще и страшная. Пьяный мужик идет домой и думает, как провести жену, чтобы она не догадалась, что он снова напился. «Приду, б***ь, домой и стану читать», – решил он. Жена увидит, как я читаю книгу и подумает, что я трезвый. Приходит домой, читает книгу, жена заходит в комнату и говорит, что ты, б***ь, тут делаешь? «Читаю», – ответил муж. «С***», – закричала жена. «Закрой, б***ь, чемодан иди ложись спать!» Молодая женщина застает своего мужа с любовницей. Ослепленной яростью она кричит. «Ведь предупреждала же меня мама, что ты из тех, кто первую попавшуюся образину в постель тащит! А ну, мамуля, вставай, быстренько и отправляйся к папе!» Бабулька приходит к врачу и говорит, «Сынок, что-то я плохо слышать стала. Даже вот как пёрнут, все равно не слышу. Ерунда, вот вам рецепт, купите таблеточки и принимайте три раза в день. Спасибо, доктор. И что, я буду лучше слышать?» «Нет, будете громче пердеть». В еврейском ресторане официант подходит к столику и говорит, «Ну, что мы будем заказывать?» Клиент говорит, «Я бы хотел сначала меню». «Меню не подаем. Хотите читать, идите в библиотеку». Учительница дала детям задание написать сочинение на тему «Я премьер-министр». Все 33 ученика написали совершенно различные сочинения, но заканчивались они почему-то одной и той же фразой. «И хуй бы вы меня после этого нашли!» Мать разговаривает с дочкой, говорит, «Доченька моя, ну этот парень сирота, к тому же он хромой, ну не выходи за него замуж». Дочка говорит, «А мне, мама, не нужен красавица!» Мать говорит, «Да я не о том, пожалей парня, ему и так уже досталось от жизни». На одном корабле работал фокусник. Так как пассажиры постоянно менялись, он проделал все время одни и те же фокусы. К его несчастью, капитанский попугай просмотрел его выступление раз в тысячу и разгадал все секреты. Во время каждого выступления попугай портил все фокусы своими криками. «Это не та шляпа, он прячет пиковую даму в кармане брюк, в коробке дырочка». Фокусник сердился, но ничего не мог сделать. Капитанский попугай все-таки ничего не поделаешь. Однажды корабль потерпел кораблекрушение, и только фокусника попугай выжили чудом. И вот они продолжают плавать на волнах, и фокусник смотрит с ненавистью на попугая, попугай смотрит с ненавистью на фокусника. Проходит два часа, наконец попугая не выдерживает и говорит, «Ну ладно, ладно, я сдаюсь. Где корабль?» Молодой еврейский парень решил записаться в еврейскую же армию. Приемная комиссия задает ему вопросы. «Ну вот представьте, вы в поле, впереди вас араб. Ваши действия». Еврей говорит, «Я хватаю автомат и убиваю араба». Ему говорит, «Правильно. Теперь следующая ситуация. Ви в поле, впереди вас араб, слева и справа тоже по арабу. Ваши действия». Он говорит, «Хватаю автомат и убиваю всех». Ему говорит, «Правильно. Такая ситуация. Ви в поле, перед вами три араба, сзади тоже три араба, справа и слева опять же по три араба, и еще танк едет. Ваши действия». Он говорит, «Хватаю автомат и убиваю арабов, потом бросаю гранату и подрываю танк». Ему говорит, «Правильно». А вот такая ситуация. Вы в поле, впереди вас сотни арабов, справа, слева и сзади тоже по сотне, три танка из-за холма показались, и пяток вертолетов пикирует. Ваши действия. Еврей говорит, «А можно вопрос?» Ему говорит, «Пожалуйста». «А я что, один в еврейской армии, что ли?» Поздно вечером родители собираются в кинотеатр. Дома остается пятилетний сын. Перед уходом папа его инструктирует. «Сынок, дверь, пожалуйста, никому не открывай. И вообще не подходи к ней. У нас с мамой ключи есть, мы сами откроем, понятно?» Сын говорит, «Ага». Уходит мать с отцом. Но мать продолжает волноваться. Отец говорит, «Ладно, не волнуйся, сейчас я пойду проверю». Подходит к двери, стучится за дверью. «Кто там?» Отец из-за двери. «Мосгаз» из-за двери. «Пошел, мы дровами топим!» Останавливает гаишник мужика и начинает доебываться по делу. К морде, к документам, к огнетушителям, ну и так далее. Мужик стоял, 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 стоял. Наконец спрашивает, «Скажите, пожалуйста, а если бы я вас мудаком назвал, это, наверное, было бы правонарушение и вы бы меня задержали?» Гаишник говорит, «Б***ь, конечно». Мужик говорит, «А если бы я только подумал, что вы мудак и ничего не сказал, то это как, не запрещается?» Он говорит, «Не, не запрещается». «Спасибо, ну тогда я думаю, что вы мудак». Во дворе в песочнице играют детишки и хвастаются друг перед другом. Одна говорит, «У меня есть две сестры, и у каждой из нас своя комната». Второй мальчик говорит, «А у меня в семье четверо детей, и у каждого из нас свой велосипед». Один мальчик сидел, сидел с овочком, песок перекидывал, из одной ямки в другую, из одной в другую. И потом так тихонечко себе под нос. А нас семеро, и у каждого из нас свой папа. Пошли Винни-Пух и Пятачок за медом. Взяли с собой два шарика, подходят они к высокому-привысокому дубу с пчелами. Винни стоит и размышляет, «Если я возьму зеленый шарик, пчелы подумают, что я член общества зеленых, и не будут меня кусать. А если я возьму голубой шарик? Нет, лучше я все-таки возьму зеленый». Русский, грузин и еврей сняли проститутку. Тайм говорит, «Ребятки, поскольку вас трое, я готов сделать вам ахреную скидку, и вы будете платить только за каждый сантиметр вашего члена». Первым пошел русский. Выходит через полчаса, довольный, и говорит, «Бля, охуенно, и всего 16 долларов». Вторым зашел грузин. Выходит через 15 минут и говорит, «Просто потрясающе! Всего 25 долларов, а кайф полным». Последним зашел еврей. Выходит через полчаса, выходит и говорит, «Неплохо, неплохо». Отдал 6 долларов. Те двое смеются, как лошади. «Шесть долларов! Ха-ха-ха! У тебя вообще хуй-то есть! Ха-ха-ха!» Еврей с достоинством отвечает, «Сами вы дураки! Я заплатил после!»